Спасибо, спасибо огромное. Ну вот здесь и с этой точки зрения мы посмотрели на эту проблему. Ну а сейчас еще один наш замечательный участник, это Леонард Васильевич. Леонард Васильевич, прошу вас, после этого подготовьте вопросы, пожалуйста, мы готовы на них ответить. Леонард Васильевич, заместитель директора Самопедерусского института, прошу вас. Я бы не взял на себя смелость дополнять столь хорошо иллюстрированные выступления моих коллег, тем более, что информация прозвучала из уст высших профессионалов в этой отрасли. Разве что маленькая ремарка по поводу последнего выступления. Была очень интересная зарисовка, она особенно для нас интересна, о том, что эндокринные функции приматов под воздействием эпиталона и эпиталамина нормализовалась. И там ремарка заключается в том, что это не гормоны, в том-то вся его удача, что это не гормонные препараты, это не гормональные препараты, это пептиды. Один из них дипептид, который обладает столь высокой биологической активностью, приводящей к нормализации эндокринной системы приматов. Вся информация, которую сегодня вы услышали, она не является сенсацией. Сенсация состоялась 30 лет назад. Все это опубликовано у нас и за рубежом. Все запатентовано нашими и за рубежными патентами. Представлено в десятках диссертационных работ. Выступали на различных общественных и необщественных форумах. Эта информация достаточно сегодня широко известна, не только в научных кругах, не только среди геронтологов, а и в общественности. В последнее время интенсивность, которой нужно отдать должное средствам массовой информации, по их инициативе стали попадать в различных источников газеты, радио, телевидение. Стала попадать эта информация. Она подтверждает только о том, что общество заинтересовано в развитии данной проблемы. Оно очень заинтересовано. И тем не менее у нас это вызывает недоумение. Это очень расточительно не использовать удивительные механизмы коротких пептидов. Этих удивительных совершенно молекул, которые не несут в себе патологического эффекта, которые не являются лекарствами. Это новый тип веществ, обладающих свойствами лекарств, но не обладающих их противопоказаниями, не обладающих их негативным воздействием на организм. Это высокоэффективные средства. И нет сегодня равных им из именно биологических субстратов, которые могли быть, сравнились с ними в профилактике преждевременно ускоренного старения, в профилактике преждевременной утраты важнейших функций организма. Еще одна маленькая ремарка. Имейте в виду, если убрать советский период, убрать в смысле из арифметики, конечно, то все, все работы, огромные работы научно-исследовательские, в практике медицинской, были произведены за счет собственных средств, привлеченных средств. Государство не принимало в этом участие. Это не в плане осуждения, а в плане иллюстрации заинтересованности современно и правильно мыслящих людей в бизнесе, которые находят возможность финансировать эти уникальные российские разработки. Это российская разработка, уважаемые дамы и господа, российская, разработка российских ученых. Сегодня мы с полной ответственностью можем говорить о том, что это уникальная разработка. Еще одна ремарка, очень важная сегодня, в период кризиса. Это недорогостоящие вещества. При правильной организации производства это очень доступные, недорогие молекулы, которым легко придать ту или иную готовую лекарственную форму или форму в виде биологически активных веществ, обладающих регуляторными свойствами. И последняя тоже ремарка. Так как причины старения сегодня являются, как и 100, и 200 лет назад, и более древние периоды, не являются ясными, становится ясным только одно, потому что это детерминированный процесс, кому как удобно. Детерминированной природой, детерминированным господом, Богом, да. Причин много. И поэтому только комплексный прием этих маленьких молекул, этих пептидов, даст самый выраженный эффект. Хотя не исключает прием и в отдельности. Ради Бога меня извините, последняя отдельность. Среди этих веществ есть тетропептид, бронхоген. Он называется бронхоген, понятна аналогия с чем? С заболеванием. Вот мы из Петербурга, у нас заболевание легочной системы, дыхательной системы очень распространено. Бич наших краев. Я уж не говорю о тех территориях, которые в России преобладают, северной территорией. Хронические и острые респираторные заболевания, хронический бардакит курильщика, все заболевания, связанные с нахождением бронхов и легких нахождением в неблагоприятных климатических условиях и производственных условиях, вызывают необратимые хронические процессы в бронхиальном дереве. Приведенные исследования в Бельгии, в Антерпене, в университете, в одной из самых крупнейших лабораторий патологии легких Европы профессорам Кеммерманцам изучение этого короткого пептида показали высочайшую эффективность стимуляции эпителия бронхов его. Мы подтвердили у себя на исследованиях ее. Сегодня ведутся переговоры с производителями курения табака о применении бронхогена как препарата, профилактирующего и убирающего негативные действия никотина и курения при патологии, называемой бардакитом курильщика. Высокоэффективный препарат, дешевый препарат, не имеющий противопоказаний. И что самое интересное, для профессионалов изучение бронхогена с сурфактантом показало абсолютно идентичную физиологическую эффективность этих двух веществ. Но только разница в том, что цена сурфактанта в тысячу раз дороже бронхогена и имеет десятки противопоказаний и особенностей, а бронхоген нет. Вот что такое короткий пептид. И не важно, как он называется. Я очень рад, что сегодня у нас это все состоялось. И я внимательно наблюдал за аудиторией. Ну, наблюдаю, привычка такая уже есть. И не увидел, значит, безразличных лиц. Все хотят жить долго. Да. И такие, ведь названия нашего сегодняшнего круглого стола медико-биологические возможности. Вот здесь сидят люди. Вот мы вот здесь уже за последние, значит, последние 15 лет постоянно участвуем в конгрессах, конкурсах, съездах, симпозиумах, связанных с проблемами старения. Мы, где демонстрируются всеми учеными мира величайшие достижения в изучении тончайших проблем регуляции организма. Поверьте мне, нигде, ни в США, ни в Англии, ни в Франции, ни в Италии, ни в Аргентине, ни в Бразилии, ни в Австралии никто из ученых, разработчиков не предложил вещества, лекарства, таблетки, укола, еще чего-либо другого в качестве вещества, профилактирующего преддеревно старение. Российские ученые, мы предлагаем его вашему вниманию. Продолжение следует...